Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что, друзья, сегодня мы узнаем, кто же станет следующим президентом США. Я сейчас опускаю какие-то последующие истории, связанные с тем, что ни один из кандидатов, скорее всего, сразу не признает свое поражение и могут быть с этим социальные протесты и волнения. Но статистика по коллегии выборщиков сейчас указывает на то, что распределение голосов между Трампом и Камалой Харрис следующее. 230 за Трампа, 205 за Камалу Харрис. Картина, конечно же, может измениться. Это еще не итоговая оценка, не финальные результаты, потому что кандидату для того, чтобы стать президентом США, необходимо набрать 280 голосов. Поэтому, друзья, несмотря на значительный рост волатильности по большинству финансовых активов, которые мы наблюдаем с начала текущей торговой сессии, поверьте, настоящие хаотичные движения еще только впереди и они будут как минимум сопровождать нас, как трейдеров, на протяжении всей оставшейся части этой торговой сессии, а может быть даже и все недели. Ну а если мы еще вспомним, что завтра заседание Федрезерва, снижение ключевой процентной ставки, то можно сказать, что движения финансовых инструментов останутся крайне значительными с учетом высокой волатильности до конца недели как минимум. Помимо выборов в США, все-таки не будем упускать из виду традиционную экономическую повестку, хотя я прекрасно понимаю, что она меркнет в свете событий в Штатах. Ну а сегодня выйдет также индекс активности в сфере услуг Германии еврозоны и в 15.00 по GMT, я предлагаю обратить внимание на индекс активности EVI Канады. Еще один важный канадский отчет, в данном случае по состоянию промышленного сектора. Почему важный? Потому что мы канадский доллар шартим уже очень давно и чем больше мы опять же получим сейчас слабых отчетов, тем больше будет оснований Банка Канады, как уже отмечалось много раз за последние несколько недель, прям с момента последнего заседания канадского регулятора, дополнительно снизить ставку в идеале бы на 50 байсных пунктов. Да, отчет по производственной активности он не такой резонансный, как, например, данные по рынку труда Канады, которые мы ожидаем в эту пятницу. Но нужно ведь с чего-то начинать после, особенно последнего, слабого релиза по ВВП. Ну и по канадской статистике по рынку труда я уже много раз говорил, что, скорее всего, данные будут так себе. Даже по прогнозам по повестке экономического календаря можно увидеть, что безработица, скорее всего, вырастет до 6,6%. Это значительно выше целевого ориентира канадского регулятора, и это серьезный триггер для того, чтобы Тиев Маклим реализовал все эти обещания, которые давал по агрессивному смягчению национальной монетарной политики. Друзья, давайте по основным инструментам, хотя я прекрасно понимаю, что, может быть, на текущем этапе подводить какие-то результаты и делать акцент на прям новостной фон, который складывается в моменте, неправильно, потому что он очень быстро будет меняться. Ну, есть то, что есть. Индекс доллара 104.54, новый многомесячный максимум. Конечно же, укрепление доллара — это реакция рынка, отклик на возросшую вероятность победы Трампа, потому что на данный момент именно он имеет большее количество голосов коллеги-выборщиков, которые отдали или поддержали его кандидатуру. Соответственно, рынок тут же начинает обсуждать политику Трампа, как все это отразится на национальной финансовой системе и на мировом векторе политической системы и так далее. Ну, мы знаем, что Трамп — торговые войны, тарифы, торговые барьеры, тоже много раз это уже обсуждали. Это предпосылки для усиления значительного роста инфляционного давления. Ну, понятное дело, что если он планирует ввести тарифы для всех стран на 20%, дополнительно повысить в отношении Китая на 60% и в отношении отдельных на 100%, это, да, точно станет источником повышенной инфляции из-за значительного повышения стоимости импорта. По прогнозам аналитиков, в ближайший год, после того, как эти меры будут реализованы, если ничего не изменится в компании Трампа, и именно он станет президентом, инфляция может вырасти на 0,5-0,7%. И да, я согласен. С точки зрения базис экономической теории, при таком скачке инфляции, конечно же, Федрезерву придется отказаться от намерений дальше продолжать снижать ключевую процентную ставку, приостановить этот процесс, а если рост инфляции выйдет вообще из-под контроля, то придется возвращаться к истребиной риторике. Но это пока, друзья, версии того, что будет дальше. Мы все-таки еще не знаем, кто именно займет белый дом и овальный кабинет. Мы за этими событиями следим. Золото 2,742. Вот здесь очень интересная динамика. По сути, какое-то, опять же, отсутствие каких-либо мощных движений, даже с учетом того новостного фона, который мы обсуждаем, никаких выпадов и прострелов вверх-вниз, золото просто стоит на месте. Может быть, это больше похоже на сжимающуюся пружину. И, соответственно, чем дольше золото будет стоять в этом узком коридоре, тем интенсивнее будут последующие движения. И, опять же, друзья, вас призываю ни в коем случае сейчас не лезть в золото, особенно при распределении сантимента 50 на 50. Сейчас вообще нет никакой идеи, чтобы попробовать поймать удачное прогнозируемое движение, которое не такое уж и прогнозируемое, и слишком высока вероятность ошибки. Давайте лучше подождем. Другие инструменты. Доллар-канонец 1.39, ждем 1.40. Я думаю, что чисто теоретически мы можем увидеть 1.40 уже до конца текущей недели. Доллар-франк радует покупателей. Соответственно, нас с вами 0.8705. Уже текущие котировки. Это максимум середины августа. Друзья, будет еще выше без каких-либо сомнений. Доллар-иена 153.40. На 100 пунктов мы уже рванули вверх. Ну да, это все резонанс от значительного укрепления американского доллара, но все-таки еще, опять же, интерес к продажам японской иены подогрели протоколы последнего сседания Банка Японии, которые вышли пару часов назад. В них следует, что нет какой-то однозначной позиции японского регулятора по поводу дальнейшего повышения ключевой процентной ставки. Мы знаем то, что Банк Японии решил отставить на прошлом сседании ставку на прежнем уровне из-за политического хаоса и возросшей неопределенности, которая относительно может проясниться 11 ноября. Я надеюсь, что ничего не произойдет до этих опор. Поэтому мы должны сейчас в текущих условиях все же с максимальным реализмом смотреть на очевидную слабость японской иены. А если еще рынок вот так вот на предварительных итогах хочет покупать доллар, то это и вовсе, опять же, способствует еще более динамичному на развитию и отработке той идеи, которую мы поставили. 155, друзья, наша цель там фиксируется. Британская валюта против доллара 1,2920. Руки чешутся, хочется зашерстить, особенно после серии слабых отчетов по активности в сфере услуг. Снижение с 52,4 до 52 в прошлом месяце. Синкомпозитный индекс тоже просел до минимума за 11 месяцев. И если, опять же, в ближайшие часы пара фунт-доллар протестирует и закрепится ниже планки 1,29, я, наверное, буду действовать, рисковать в расчете на то, что фунт может уйти еще ниже. Хотя я прекрасно понимаю, что есть для этого предпосылки. И раньше мы с вами шартили фунт после представления федерального бюджета, который предполагал и предполагает по-прежнему значительное повышение налогов, чтобы залатать бреши в бюджете в 40 миллиардов фунтов. Но из-за, опять же, риска волатильности я все-таки несколько дней назад принял решение выйти из этой сделки. Ну, возможно, это было ошибкой. Биткоин, друзья, новый исторический максимум. 74 тысячи – это еще не предел. Опять же, вы должны автоматически иметь сейчас ответ. С чем это связано? Раз рынок верит в Трампа, значит, рынок получает наиболее предпочтительного кандидата на посту президента, потому что Трамп уже миллиард раз демонстрировал свою лояльность к криптовалютной отрасли. Планы амбициозны. Сделать биткоин резервной валютой, смягчить регулирование, вернуть американские компании и стартапы, которые были связаны с криптовалютными инвесторами, с криптовалютными разработками. Уволить с поста Осека Герри Генслера. Это только лишь небольшая выборка тех инициатив, которые он обещал для криптовалютных энтузиастов. Поэтому рынок сейчас верит в то, что при Трампе все будет лучше, но нужно иметь в виду, а что если не Трамп станет следующим президентом США? Конечно же, в текущих условиях, друзья, если вы уже дождались этих исторических максимумов, может быть, самый закостенелый консерватор во мне скажет, что, наверное, лучше зафиксироваться и подождать погоды у моря, развития событий вне рынка. Но в конечном счете решать вам. Да, большинство сейчас скажет, что при таком развитии восходящей динамики нужно удерживаться в конве вот этого восходящего движения тренда и смотреть уже на сколько раз уже озвученные аналитиками цели 75. Это уже ближайший целевой ориентир и дальше 80 и выше. Рынок нефти 74.60. Я по-прежнему медведь по этому активу и жду, друзья, 70 долларов за баррель. Не собираюсь в ближайшее время отказываться от этой сделки, особенно на фоне рыночного сантимента, который явно указывает на то, что толпа остается в длинных позициях. Ждем фактически результаты выборов, смотрим за тем, кто одержит победу и готовимся к еще большей волатильности на финансовых рынках. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и до скорых встреч. Продолжение следует...